Так, ребятки, внимательно посмотрите на этот автомобиль. Это Мерседес, который в начале 90-х доработали ребята из АМГ. И объем переделок был настолько обширный, что автомобилю пришлось выписать новый ВИН-номер. Здесь у нас 375-сильный мотор, доработанная задняя подвеска, роскошный обвес. Господа, я бы ездил на таком автомобиле каждый день, даже если бы мне пришлось отправиться на нем в Иркутск. Однако предыдущие владельцы этого автомобиля действовали куда разумнее, поэтому ежегодный пробег тачки обычно не превышал полутора тысяч километров. И сейчас она справедливо носит статус капсулы времени, как и любой другой уникальный и редкий экземпляр. Но бывает и так, что капсулами становятся машины, которым это по статусу не очень положено. Я говорю о массовых и общедоступных автомобилях, которые обычно наматывают десятки тысяч километров в год, попадают в ДТП, ремонтируются, короче говоря, живут полноценной автомобильной жизнью, а они прозябают в гаражах. Однако же даже такие машины время от времени становятся капсулами времени, и несколько из них прямо сейчас продаются на автору. Сегодня о них и поговорим. Это я, это ковер. Поехали. НО! И начнем мы с автомобиля, у которого обычно на одометре два экватора. И это Toyota Land Cruiser 200. Прямо сейчас этот автомобиль проехал 2329 километров. Не 2 миллиона 329 тысяч километров, а 2329 километров. И на одной сфотографии видны показания одометра, которые это подтверждают. В салоне слегка помятым выглядит только водительское кресло, ну а все остальное как с завода. А задний диван вообще до сих пор затянут пленку. Неплохо. Прям ништяк. Продавец обещает непрокуренный салон, алюминиевую защиту, днича, оригинальный фаркоп, а также своевременное обслуживание и все пройденные ТО. Я, честно говоря, не знаю, что там можно обслуживать в Toyota, которая не проехала и 3000 километров. Однако эту, как и все остальные машины из нашей подборки, мы проверили с помощью отчетов автору и пробег у всех настоящий. Возможно, в данном случае речь идет просто о профилактических посещениях станции технического обслуживания. Максим, а, я тебя куда оказал? Ехать! За хлебом, а что? Так а что ты сидишь? Давай пошуршал, бегом. Естественно, такое сокровище с 235-сильным дизелем и роскошным кенгурятником, который, что-то мне подсказывать, не очень проходит по 12.5.1, дешевым быть не может. Но продавец конкретно этого автомобиля решил взять от жизни все и попросил за него 14 миллионов рублей. И если по какой-то причине в 2023 году вам нужен Land Cruiser 200 по цене Land Cruiser 300, то теперь вы знаете, где его искать. Но если же вы хотите что-то капсульного типа, но подешевле, то у нас есть другой автомобиль. Это белый, как шапки гор, Lexus RX 3-го поколения, и за него хотят чуть больше 4 миллионов рублей. И если вам кажется, что это дорого, то просто взгляните на показания одометра, потому что там всего 8780 километров. Продавец немногословен и обещает состояние нового автомобиля, а также готов на другие проверки. Впрочем, уже по фотографиям видно, что автомобиль эксплуатировался не так часто, и в основном на нем просто возили детей, на что явно намекает детское кресло, которое стоит на втором ряду сидений. Останется только отмыть водительский коврик, и сможете смело всем говорить о том, что вы купили себе новый Lexus RX. Просто не надо уточнять, что ему уже идет 11-й год. Ну а следующий автомобиль опять не отпускает нас из 2013 года, но это куда более яркая, молодежная и драйверская BMW 3-й серии в кузове F30. Продавец уверяет, что он купил машину в Нижнем Новгороде, заплатил за нее наличными, потом приехал домой, поставил гараж и не ездил, потому что это его третий автомобиль, а сам он пенсионер. Можно было бы подумать, что все это... Бла, бла-бла-бла. Однако по имеющимся у нас данным, эта трешка действительно много времени проводила в гараже и лишь изредка выгуливалась, чтобы окончательно не закиснуть. И одна из таких прогулок произошла совсем недавно, а если говорить конкретнее, то всего 185 километров назад, когда на пробеге в 6000 километров ей поменяли масло. И кажется, все фанаты BMW прямо сейчас должны прокладывать маршрут до Сарова, ведь именно там находится автомобиль. И поехать туда стоит не только потому, что тачка у нас фактически новая, но и цена на нее очень вкусная. За машину хотят 2 миллиона 900 тысяч рублей. Новую трешку BMW в актуальном кузове G20 за такие деньги взять практически невозможно, а здесь вам предлагают новый автомобиль, да еще и в поколении, который имеет все шансы стать культовым. Ну а если у вас все-таки есть какие-то сомнения, то при личном осмотре можете воспользоваться нашим гидом по подбору BMW 3 серии в кузове F30, который мы для вас написали в журнале автору. Ссылка на него будет в описании. Ну а следующий автомобиль должен возбудить поклонников другой немецкой легенды, а еще он на год старше, чем Land Cruiser, Lexus и BMW 3 серии. Это шестой Golf, на одометре которого застыли 2500 километров. Итак, у нас тут строгий серебристый хэтч со 122-сильным мотором 1.4 и роботизированной коробкой DSG. Комплектация, увы, не самая богатая, потому что вместо мультимедийной системы у нас простенькая магнитола, все регулировки сидений механические, а судя по блоку стеклоподъемников на водительской двери, задние окна вам придется опускать и поднимать обычными веслами. Продавец обещает состояние нового автомобиля и заверяет, что машина каждый год проходила техническое обслуживание с заменой масла, всех жидкостей, а также фильтров. И, видимо, в пробегах до станции технического обслуживания и намотались те самые 2500 километров. Смущает только то, что, по словам продавца, машина никогда не видела зимы и хранилась в теплом гараже. Однако на фотографиях к этому объявлению тачка стоит явно не в жарких тропиках. С другой стороны, гараж у этого автомобиля может быть не только теплый, но и очень темный, поэтому машину просто выгнали на улицу, чтобы сфотографировать. А она увидела снег и попросилась немного погулять. В любом случае фотографии идеально чистого подкапотного пространства, а также количество снимков, которые добавили к этому объявлению, впечатляет. И если бы у меня до сих пор не отпала необходимость возить в багажнике детскую коляску, то я бы серьезно задумался о покупке такого автомобиля. А вы обязательно расскажите об этом в комментариях. А теперь одна из самых неожиданных капсул времени в нашей подборке, потому что, как правило, Chevrolet Cruze работали в такси, в корпоративных парках, были в пользу у него обычных людей, которые исправно наматывали одометр, но только не у этого синего седана, потому что за 12 лет своей жизни автомобиль проехал всего полторы тысячи километров. Дилер, который продает этот автомобиль, уверяет, что машина хранилась в гараже и у нее нет вторичных окрасов, что, в общем-то, совершенно нормально для автомобиля с таким пробегом. Комплектация у Chevy, может быть, и не сногсшибательная, но все необходимое у него есть. Смотрите, музыка, кондиционер, подогрев передних сидений, четыре электрических стеклоподъемника, кожная оплетка руля и литые диски. Короче говоря, джентльменский набор на месте. И за новый седан 2011 года выпуска прямо сейчас хотят на 200 тысяч рублей меньше, чем просят за свежий Hyundai Solaris. Какую из этих машин выбрали бы вы? И пока вы думаете, что написать в комментариях, мы переходим к другому Chevrolet, которому в этом году исполняется 17 лет, а его пробег составляет 3127 километров. Продавец называет эту Эванду мечтой и хочет за нее 950 тысяч рублей. Впрочем, цена вскоре может снизиться, потому что хозяин машины сделал большое ТО и начал ездить на ней сам. И всем желающим купить эту капсулу времени, кажется, лучше поторопиться, пока хозяин не передумал. Итак, что входит в комплект поставки? Ну, давайте по порядку. Это правдоподобная имитация дерева, велюровая обивка, кресел, магнитола с е-ченджером на 5 дисков, автоматический кондиционер, подогрев зеркал и противотуманки. Пожалуй, единственная нестыковка с образом трушного бизнес-седана – это механическая коробка передач. Однако тех, кто хочет много машины, но при этом желает сохранять здесь 100% связь, для активного вождения наличие ручки должно только порадовать. Но я могу понять и тех, кто откажется от покупки капсульной Иванды, ведь когда вы начнете на ней активно ездить, то ее придется чем-то чинить и обслуживать, а с запчастями на эту модель могут быть проблемы. Зато с комплектующими не должно быть вообще никаких проблем на Ford Focus второго поколения. Ведь когда-то это была самая популярная иномарка в стране, и, как выяснилось, она тоже вполне способна примерить на себя роль капсулы времени. Итак, базовый белый седан очень много времени провел в гараже, о чем свидетельствует одна из фотографий в объявлении, на которой машина 2008 года выпуска покрыта толстым слоем пыли. И, кстати говоря, в объявлении есть снимок, который подтверждает пробег этого автомобиля, а составляет он 6504 километров. Немного смущают только чехлы на сиденьях, из-за которых невозможно оценить заводскую обивку. Однако, если эти чехлы появились на автомобиле с самого начала эксплуатации, а скорее всего так и было, то, значит, с обивкой все должно быть в полном порядке. Комплектация, увы, не самая богатая. 80-сильный мотор, ручка, пластиковый руль без кнопок, дешевая музыка, хорошо, что хотя бы кондиционер есть и просят за все это прямо сейчас 800 тысяч рублей. И пока вы думаете, много это или мало, мы переходим к заключительной машине нашей подборки, и это будет модель, которая когда-то отобрала у фокуса звание самой популярной иномарки России. Встречайте, Рено Логан. Хочу признаться, я был готов видеть Логан в любом состоянии, с рекордным пробегом, с ударом в каждую кузовную деталь, оторванной фарой или колесом, или с вылетевшими поршнями. Но чтобы встретить машину 2010 года с пробегом 8900 километров, это что-то из разряда фантастики. Тем не менее, такой автомобиль на Автору есть, и прямо сейчас в Москве к покупке предлагается черный, как зимняя ночь, Логан с 84-сильным мотором, механической коробкой передачи с центральным замком, электрическими стеклоподъемниками и необычная обивка сидений из двух видов ткани. Одна с рисунком, а другая без. Накрываем этой тряпочкой, вот этим кусочком, все отходы, которые остались у нас после работы. И кажется, перед нами отличная альтернатива Лади Гранте, ведь перед нами кондовый и неубиваемый седан, очень неплохо адаптированный под неважные российские дороги, которые, кстати говоря, с 2010 года стали немного лучше. Все удовольствие 725 тысяч рублей. Ну и, кстати, в 2010 году новый Логан в базовой комплектации стоил в России 309 тысяч. Ну и на этой шокирующей информации нам пора заканчивать. Обязательно расскажите, как вам наша подборка и за какой из этих автомобилей вы были бы готовы раскошелиться. Все это можете написать, естественно, в комментариях. Ну а это был я, это был Ковер. Не забывайте о том, что с вас лайки и подписки, с нас годный контент. Берегите себя. Скоро увидимся.